МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот сюжет про капканы на песцов я снимал ямальской тундре весной, в марте. А начинают ставить капканы на песцов уже в ноябре. Осенью песцы мигрируют, они идут с севера на юг вдоль побережья Обской Губы. Здесь хорошо видно одно из мест в тундре, на которые обычно ставятся капканы. Здесь лежит павший олень. Охотники знают, что песцы всегда идут на павшего оленя. Рядом с ним и ставят один-два капкана. Чтобы капкан не заносил снегом, используют бумагу, газетные листы. Иногда для этой же цели служит оленя шерсть. Шерсть берется с шеи шкуры оленя, там она наиболее густая. Такая шерсть не замерзает и хорошо держит снег, не позволяя ему забить капкан. В погожий день охотник выезжает проверять капканы на упряжке с сильными оленями. Ему предстоит проверить за день 10-20 капканов. Это специальная лопаточка, называется няда янгач по-ненецки. Она овальной формы, похожа на ложку. Этой деревянной лопаточкой счищают снег с чума, с оленей шкуры, которой покрыта нарта. Но основное применение няда янгач в охоте на песцов. Лопаточкой размягчают снег, которым поверх бумаги или шерсти укрывается капкан. Вот это тоже павший олень. В 2001 году в тундре был большой гололед. Тогда много упало оленей. Ставят капканы и на тех оленей, что умерли от болезней. Сюда же капканам на возвышенностях приносят приманки потроха оленя. Изредка случается, что в капкан попадает сам олень. Но это бывает весной, когда охотник забыл вытащить свой капкан или снять его. Потом находит оленей, которые умерли в капкане. Я сам когда-то нашел домашнего оленя, умершего в капкане. Однажды мы с братом убили в тундре черного песца. Это считается большой удачей, потому что черный дикий песец – большая редкость. Черный песец еще темнее голубого, который тоже встречается нечасто. В основном же здесь встречаются дикие песцы белые. От добытого песца в ход идет только шкура. Остальное выкидывается. Немцы используют хвосты песцов при изготовлении женской национальной одежды – игрушки. Из них делается подобие воротника шарфа. Такие песцовые хвосты идут также на окоемку гуся – мужской одежды, которая одевается поверх малицы. Песцовый мех не пропускает ветер, что очень важно для тундровых кочевников. Сейчас охотник покроет капкан на песца осенней травой. С той же целью, с какой применять бумагу и шерсть, чтобы капкан не забивался снегом. Траву обычно используют в капканах, которые ставят на песцовых норах. В таких местах много травы, поэтому ее запах на капкане – то, что нужно для удачной охоты. Вот этот песец попался на большой капкан. Капканы бывают разные. На песцов идут специальные размеры. Здесь можно увидеть на капкане нитки. Глязычок – такое приспособление, куда наступает, а от него идут нитки. Из ниток образована специальная площадка. Это самые лучшие капканы. Такими капканами охотятся также и на гусей весной. Этот песец попался в капкан у норы. Норы песцов бывают тоже разные. Есть норы с одним лазом. Они используются для перекачевки и похожие на однокомнатные квартиры. Есть норы семейные. В той норе, где песцы выводят потомцев, бывает до 10 и больше входов. Самец где-то ходит, иногда показывается, но редко. Потомство у песцов появляется в мае. И в это время охотники их не трогают. В таких норах мать сама выращивает щенков, которые бывают от 8 до 14. Попавший в капкан песец сможет открыть собственные ноги или оторваться и убежать вместе с капканом. Этот песец вырвался, но ушел недалеко. Охотник его настиг. Песца убивает ударом лопаточки в нос. Нос у песца очень чувствительный. Охотник бьет по нему, и песец умирает. Но иногда он может просто потерять сознание и затем ожить. Поэтому для подстраховки шею песца выворачивают назад. Голову давят по позвонку не в бок, не в сторону, а четко прямо назад. Вы можете видеть, как от капкана идет металлическая цепь. На цепи обычно или рог, или крючья. Обычно делаются 4 крюка, соединенные вместе. Или с этой же целью используют большие гвозди. Рог оленя прикругляется к цепи, от него идут большие гвозди. На конце они повернуты, как рыболовный крючок. И если песец вдруг вырвется, то эти крючи не дают ему уйти далеко вместе с капканом, как и случилось в этот раз. Забрав добычу, охотник снова стапит капкан. Выкапывает снежную яму, чтобы внизу была пустота. И сверху ставит капкан. Этот охотник ставит капкан на нитках. Расправляет их особым образом. Из своего мешка охотник достает мертвую траву, собранную осенью. Чтобы прикрыть капкан сверху. И потом все это легонечко закрывается ровным снежком. Ничего не видно. Капкан не ставится просто рядом с норой, а именно у входа, где обычно проходит песец. Вот так охотится на песца с помощью капкана в ямальской тундре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»